Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! Мы начинаем новую рубрику в нашем видеожурнале «Фермер». Она посвящена готовым решениям в сельском хозяйстве. Сегодня предлагаю вам посещение уникального предприятия, которое находится в городе Волгограде. И оно занимается капитальным восстановлением тракторов К701, К744. Видим, что за моей спиной стоит трактор, который есть практически в каждом хозяйстве. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться кратко с технологией, как этот трактор обретет новую жизнь и станет практически новой машиной, которая позволит в итоге сэкономить огромные средства, не выкидывая в металлолом, не сдавая свой трактор, который работал долго и исправно. А дав ему новую жизнь. Прошу. Мы заходим в производственный цех компании «Финагротех», который производит модернизацию, я бы сказал, производства трактора с нуля на основе старого оставшегося остого от трактора «Кировец». Кировцы как желтые К700, так и красные К744 восстанавливаются. Здесь мы видим полный цикл разборки и дальнейшие дефектовки, замены всех деталей на новые изношенных. В результате остается буквально только рама, причем та часть ее, которая не подвержена износу. Всем добрый день. Хотелось бы сказать о процессе восстановления и ремонта капитального тракторов «К700». На нашем ремонтом предприятии «Финагротех» происходит капитальный ремонт и восстановление тракторов. Вы как сами видите, весь ремонт начинается с самого главного. Это передняя полурама, задняя полурама. То есть в настоящий момент сейчас идет работа с этой полурамой. Значит, она пескоструенная, полностью была продефектована. Здесь мы видим, что здесь были сделаны изменения, потому что было в очень плохом состоянии качество. То есть была произведена установка, сварка новой вставки на эту полураму. Хотелось бы обратить внимание, что отверстия были разбиты. То есть пришлось с нашим станком сделать проточку, завтулить это все. То есть эта полурама, в принципе, готова для установки. То есть мы видим, что работа выполнена качественно. Ребята постарались, да, немножко долго возились в пределах дня. Но, хотя эта работа должна делаться в течение 6 часов, но сделана качественно, хорошо. Сейчас идет установка подушек, установка трубок. То есть сейчас будут соединяться передние и задние полурамы. И в дальнейшем сюда вкатываются мосты, устанавливается коробка и так далее. То есть на сегодняшний момент вот эта часть уже подготовлена. И ребята начинают, переходят в следующую, в следующей части. То есть соединение передней и задней полурамы. Сейчас завезут с другого цеха, придут так много. И будут соединяться с такими две части. Передняя и задняя. А это вот так это выглядит, да? Да. Это вот у нас передняя полурама, она находится пока в работе. Она сейчас от песка остроена. Сейчас сварщики делают дефектовку этой передней полурамы. Соответственно, как только будет произведена дефектовка и произведена сварочная работа, она вот превратится в... Загрунтуется в шоцехе, покрасится и передастся в другой участок для другой работы. Вот на этой раме более видно нашу работу по реставрации рамы. Видно, что вырезана дефектная запасная часть вышеского устроя. Новая сюда варена. То же самое. Вот можно видеть, что в новой детали мы обновляем новые позиции. Рама приобретает, так сказать, вторую жизнь. Восстановление мостов тоже у нас происходит с начальной стадии. Это пескостройка. То есть мост мы отвозим на пескостройку. И вот у нас пескоструен этот мост. Потом производится его разборка, дефектовка этого моста. И продолжается дальше ремонт. Это стенд для обкатки ведущих мостов, да? Да. Стенд для обкатки ведущих мостов. Этот стенд изготовлен нашими собственными силами. Модернизирован и переделан из стенда по обкатке двигателей. Работает он в разных режимах, на разных оборотах. На малых, средних и больших. И что хочется отметить в этом стенде, в обкаточном. То есть мы его модернизировали и сделали его для испытания в режиме под нагрузкой. То есть сделали тормозные камеры, установили здесь. И в настоящее время стенд под нагрузкой испытывается. Что позволяет в дальнейшем исключить. Это вот главная передача. Это она собранная, да? Да, это внутренняя. То есть, по сути, что меняется в главной передаче? В главной передаче основными условиями это главная пара, которая состоит из хвостовика и шестерни. Это основной узел, который выходит из строя. Но немаловажное значение имеет дифференциал, который постоянно выходит из строя. И он влияет на работу при поворотах узлов. То есть колеса при поворотах движутся неравномерно. Одно быстрее, одно медленнее. И дифференциал в этом играет роль, чтобы не было у них перебоев при поворотах. При капитальном ремонте мостов меняется что-то обязательно или по состоянию смотрится? Ну, при ремонте мостов меняется однозначно. Это уклотняющие элементы, ремкомплекты, манжеты, подшипники. Это обязательно. А все остальное уже меняем по результатам дефектовки. По состоянию. По состоянию. Вот так выглядит мост после капитального ремонта. Это участок по ремонту коробок перемены передач. На нашем предприятии есть два стенда, называются они по-другому кантователи. Два поста, на которых мы производим разборку и сборку коробок. Вот они, вот эти стенды. На этом стенде сейчас установлена коробка К-700. То же самое здесь идет сначала пескостройка, потом мойка ее в ванны с раствором каустической. На втором стенде сейчас в настоящее время ремонтируется коробка трактора К-744. Она уже прошла какие-то? Это уже прошла дефектовку. И состояние уже, так скажем, на 50% она уже у нас собрана. И с ней производится уже сборка коробки. Очень важная деталь коробки – это бустерный вал. У нас является основным узлом, который выходит из строя. От него зависит работа коробки. Так что 90% подлежит замене, либо капитальному ремонту. Для этого у нас есть тоже вот стенд по демонтажу бустерного вала, по сборке бустерного вала. А также стенд для его обкатки. После того, как производится сборка коробки, производится его обкатка. Для этого у нас тоже существует стенд обкаточный, где производится его обкатка КПП в двух режимах. В режиме на малых оборотах и потом в номинальных режимах. После проведения сборочных работ, обязательной процедурой является обкатка КПП на специальном стенде. Стенд работает в двух режимах. Обкатывается коробка согласно технологии завода-изготовителя при малых оборотах, так скажем, и при номинальных оборотах двигателя. После того, как коробка прошла испытание, коробочная готовая уже передается в малярку, где происходит покраска и потом уже дальнейшая передача потребителя. С этого года, с лета, наше предприятие занялось изготовкой, производством, так скажем, деталей кузовного. Кузовные детали. Это крылья, это аккумуляторные контейнеры, это капоты и другие. Вот тут, видите, мы приобрели гибочный станок. Резка производится. Приобрели плазменную резку для быстрой резки, так скажем, и для таких резких отверстий. Видим уже тут изготовленный у нас сапот изготавливается и крышка сапота. Это один изготовление. Прорабатываются сначала, шлифуются элементы, потом грунтуются и отдаются в покрасочный цех на покраску. После покраски вот крыло приобретает вот примерно такой вид. Сейчас оно немножко грязное у нас, запыленное. После того, как коробки у нас отремонтированы или другие какие-то узлы, мы их передаем в покрасочный цех. Вот в настоящее время здесь у нас отреставрированная кабина. После пескоструйки и очистки происходит процесс грунтования ее. Вот для грунтовки и покраски мы очень хорошая краска у нас высокого качества используем для покрасочных работ. Это эмаль ML и грунт тоже. Краски дорогие, но тем не менее это того стоит, чтобы хватило надолго клиенту, на несколько лет хватило этой покраски. После грунтовки будет произведена покраска ее эмалью ML, но это уже можно будет увидеть в каком она виде на следующем, когда мы перейдем на кабину. Сейчас мы переходим на участок по сборке трактора. У нас уже произведена установка, то что говорили ранее, сочлененные рамы, установлены мосты ведущие, гидроцилиндры от поворота, подрамник. Установлена, отремонтирована силами нашего предприятия коробка, двигатель, РПН. Установлена уже гидравлическая система. И установлен уже блок радиаторов нового образца, состоящий из двух радиаторов, водяного радиатора и блока массовых радиаторов, состоящих из трех радиаторов. Это позволяет установка нового блока радиатора, то есть исключает перегрев двигателей, на которые мы сейчас ставим двигатели МД-5, которые несколько мощнее двигатели индустрии. И двигатель радиатора и трактора КСС-4, то есть исключает перегрев двигателя. А этот двигатель здесь новый стоит, да? Этот двигатель нет, этот двигатель тоже после капитального ремонта. После капитального ремонта установлен. Мы по желанию клиента можем установить как новый двигатель, так и двигатель отремонтировать. То есть все по желанию потребителя мы сделаем. Сейчас мы находимся в цеху по ремонту кабин трактора К-700, К-701. После того, как кабина прошла разборку, отправляем ее на пескоструйку. Вот эта сейчас кабина, это после работы по пескоструйке. После того, как эта кабина приходит, мы производим ее, опять же, еще раз дефектуем. Некоторые проводим сварочные работы. Удаляем элементы, которые уже непригодны, так скажем, ржавые. Подвариваем, заменяем это все. И отправляем тогда после этого кабина на покраску. После того, как она проходит покраску и грунтовку, она опять возвращается сюда. И, значит, производится на нее уже монтаж стекол, монтаж элементов, так скажем, обшивки. Вот здесь мы видим раскрученный стол, где наша обшивка изготавливается из эко-кожи, ламинированной ДВП. И потом, значит, этими элементами производится обшивка внутри кабины, салона, так скажем, кабины. И вот здесь видно процесс этой сборки, обшивки. Нижнюю часть полы мы производим шумоизоляцию, делаем ее, обклеиваем специально. И потолок, я смотрю. Да, и потолок. То есть, несколько модернизируем тоже кабину, чтобы оператору, трактористу было комфортнее, шума меньше. И, естественно, ему будет интереснее работать. Потом производится установка стекол. Все стекла устанавливаются новые. Новые уплотнители стекол. А также у них все электрооборудование устанавливаем на 24 вольта. Вот эта кабина, так скажем, у нас уже сделана на 50%. Здесь сиденья обшиваются, новая обшивка сиденья, новая. То есть, поролон и так далее. Эта кабина уже на 50% готова. Остается тут несколько. Ставим новые стеклоподъемники, новые стеклоочистители, электрооборудование, фонари и фары. Тоже все новое. И кабина у нас становится ничем не хуже, чем заводская. Может быть, даже некоторые позиции даже лучше. Скажите, пожалуйста, а можно ли установить, допустим, светодиодные фары по желанию заказчика? Конечно, можно по желанию заказчика. Вот мы сейчас модернизируем галогенные. Если захочет он себе усовершенствовать и поставить светодиодный, не вопрос, пожалуйста. Вот тут мы уже сейчас электропроводка идет на 24 вольта. Вся вместо 12, которая установлена заводным изготовителем. Это, так скажем, наше уже усовершенствование. И по желанию клиента, как опция, идет установка кондиционера. Добрый день. 4 декабря этого года с капитального ремонта вышел трактор К744Р1. Значит, трактор 2004 года был в очень плохом состоянии. Прошел капитальный ремонт. В течение двух месяцев был у нас в работе, в капитальном ремонте. Здесь практически 80% нового оборудования. Значит, осталась восстановленная рама. Задняя и передняя полурамы. Все остальное практически новое. Крылья, если обратить внимание, железные, сделаны на лазерном станке ЧПУ. Полностью подогнаны. Значит, крылья сделаны с учетом удлиненные. Для того, чтобы трактор находился в чистом состоянии. Даже в любую грязь, в любую непогоду и так далее, и так далее. Стоят новые системы подачи воздуха, как на новых тракторах заводских К744Р. Облицовка полностью новая. Капоты, крылья, крышки и так далее, и так далее. Двигатель стоит 7511. 420 лошадиных сил. С учетом того, что здесь стоит новый двигатель и мощный, будут внесены изменения в ПСМ. Потому что наше предприятие Финогротех имеет возможность вносить изменения. Так как у нас есть сертификат на капитальный ремонт и модернизацию тракторов. И когда мы ставим такие мощные двигатели, соответственно, под них мы подбираем сразу и делаем капитальный ремонт мостов. Если обратите внимание, то мосты здесь усиленные, двухопорные. Что позволяет в нагрузке на 400 лошадиных сил не разрывать мост. Работать в нормальном, спокойном режиме. Соответственно, и коробка передач, которая здесь стоит, мы ее можем вот здесь увидеть. Она усиленная, она идет полностью откапиталенная. Внутри стоят заводские петербургские запасные части, шестерни, подшипники, валы и так далее, и так далее. То есть коробка усиленная, которая позволяет работать в паре с этим двигателем и вести себя в нормальном, спокойном режиме. Если обратить внимание, кабина лучше на сегодняшний момент, чем выпускались они в 2014-2016 году. Потому что сделана полностью прошивочка. Здесь идет эко-кожа, специальная руль, центральная посадка, очень удобное кресло пневматическое. Но немного мы к кабине сейчас все вернемся с той стороны, посмотрим, как это будет выглядеть. Хотелось бы в целом еще сказать, что соответственно под двигатель установлены новые радиаторы. То есть здесь мы видим, что радиатор откидывается, крышка верхняя откидывается. Удобно проходить техническое обслуживание, чистить и так далее, и так далее. То есть поднимаем радиаторы, открываем, чистим, продуваем. То есть в этом отношении для механизатора очень удобно. Поэтому вот это новое усовершенствование, которое прошли, мы их в доработку взяли. Соответственно видим выхлопной, сделано сбоку, для того, чтобы было удобно. Уже нового образца, заводская и так далее, и так далее. По бакам и гидробакам можно увидеть, что тоже полностью откапитальный и восстановленный. Гидробак установленный, бак полностью новый. Соответственно механизмы крепления и так далее, и так далее. Здесь все стоит новое, можно посмотреть. Гидравлика. Гидравлика здесь стоит бошевская, поэтому этот трактор может агрегатироваться со всеми навесными прицепными оборудованиями, как отечественно, так и импортно. То есть для него сиелка Green Plains или какой-то посевной комплекс, это не проблема. Он спокойно цепляется и движется, и происходит посев, и сельскохозяйственная работа. А штатная не позволяла это делать, система? Штатная система стояла на нем еще 2004 года, она не позволяла, 180 литров в секунду не выдавала давление, поэтому и было всего три выхода, сейчас пять выходов, которые позволяют это все делать. Навеска полностью новая, да, то есть навеска трехточечная, полностью новая, мы это все дело видим. Вот выходы гидросистемы, которые позволяют все это делать. Поэтому на сегодняшний момент, вот трактор два месяца был у нас в работе, приложено очень много усилий для того, чтобы это сделать. Обратите внимание, лакокрасочное покрытие идет, это текуриловская краска, да, то есть порошковая, это не будет выгорать, не будет на солнце там каких-то изменений, то есть это качественная краска. В кабине мы сейчас вернемся. Стоимость на сегодняшний момент этого трактора после капитально-восстановительного ремонта составляет 5 миллионов 500 тысяч. Ну, я считаю, что на сегодняшний момент это нормальная цена, с учетом того, что новые трактора стоят 7-7,5 миллионов. Восстановленный трактор, если можно сказать, что он восстановленный, а в целом это новый трактор, да, то есть новая облицовка, новые крылья, новые... А что здесь в этом тракторе не новое? То есть я смотрю, он абсолютно новый. Не новая только рама или полурама, передняя полурама, задняя полурама, все остальное новое. Поэтому вот капитальный ремонт был произведен в таком виде, на сегодняшний момент трактор выставлен на продажу, то есть любой желающий может приехать, оплачивает деньги, забирает трактор и начинает работать. Гарантия на этот трактор составляет 12 месяцев или 2000 моточасов, то есть такая же, как и заводская. Поэтому... А рама не новая, значит, но в ней что-то все равно менялось? Конечно, конечно. Когда делали капитальный ремонт, то есть ее полностью отпискоструили, провели, сделали замеры, дефектовки, сделали, завтулили, сделали наплавку для того, чтобы туда посадить правильно. То есть, конечно, здесь все было сделано вот где-то. Да, пришлось поменить очень много сил, средств, но я думаю, что это стоит конечного результата. В кабине мы видим подготовленное рабочее место для оператора, для механизатора, на что хотелось бы обратить внимание. Во-первых, здесь под эко-кожей двойная шумоизоляция, то есть мы видим прошивочку, все сделано на совесть, аккуратненько, видите, эко-кожа, прошивка, то есть видим, что установлен уже кондиционер в системе, полностью увидим, что установлена аудиоаппаратура, то есть механизатор, когда спокойно едет, здесь в тишине, спокойно слушает музыку, работает, можно сказать, отдыхает. Если обратим внимание, то под ковриком, под резином идет двойная шумоизоляция, тепло-шумоизоляция, то есть для того, чтобы можно было в нормальных условиях оператора спокойно работать. Щиток приборов, это все полностью новое. Щиток новый, датчики новые, рулевая колонка, которая откидывается, пневмосидение для оператора, которое очень удобно, да, рычаги, то есть, ну и, соответственно, сидение для водителя, стоит печка, обратите внимание, да, под сидение, то есть в любое время жарко, тепло, холодно, всегда в кабине определенная температура, которая позволяет оптимально работать и не думать о каких-то вопросах, связанных снаружи. Поэтому стекла проклеенные, можно завести трактор. Он вчера приезжали механизаторы, наши клиенты, смотрели, директора, главные инженера. Некоторым понравилось, в принципе, готовы на сегодняшний момент отдавать эту стоимость, для того, чтобы получить полностью капитальный новый трактор. Ролевое управление РЭМ-2000 на нем стоит. Оно модернизированное, да, то есть по сравнению со штатом? Ну, в то время, в 2004 году таких систем не было, сейчас это новая система, которая ставится на Петербургском тракторном заводе, на новые трактора, поэтому как бы вот мы можем видеть сильный номер этого трактора, что когда он был сделан, 2003 год, выпуск в 2004 он начал эксплуатироваться, был он в одном из хозяйств, потом его несколько раз выкупали, перекупали, на сегодняшний момент мы его выкупили, отреставрировали, и можно запускать опять в поле. А сейчас мы идем по пустующим цехам мотор-ремонтного завода, площади которого занимает небольшой цех Финагротех, который позволяет сделать гораздо больше, чем пустующие площади, огромного и некогда очень значимого для сельского хозяйства области и страны завода. Очень печально за завод и очень радостно, что есть энтузиасты, которые верят в то, что можно построить в современных условиях нечто похожее на советское хорошее прошлое.